Дрон опускается до целевой высоты и вот таким образом методично сканирует весь водоем. Следующий этап после того, как была выполнена ботиметрическая съемка. Результаты съемки обрабатывались в программном обеспечении HydroMagic. Тема сегодняшнего доклада у меня это ботиметрия с воздуха. Это новая область применения беспилотных авиационных систем. На самом деле применение достаточно экзотическое для беспилотников именно, потому что традиционно эти задачи решаются немножко другим способом. Как правило, это либо пилотируемые какие-то суда или лодки, или беспилотные лодки, тоже оснащенные эхолотом. Но вот тем не менее есть очень узкая сфера применений, где без такого решения, вот именно без беспилотника не обойтись. Ну вот как нам видится, это труднодоступные места, это мелководье, это где-то зона, где могут отмели появляться или намывать песка, совершенно непредсказуемая, и соответственно та же беспилотная лодка может просто сесть на мель там, ну и потом придется ее оттуда вытаскивать. Это зоны прибоя, где работа с лодкой, с беспилотной тоже будет не очень эффективна. Затопленные карьеры, где не подобраться к кромке воды, из-за того, что борта могут осыпаться. Водоемы с обилием водорослей, где лодка тоже может не проехать, ну и не пилотируемая, и не беспилотная. Ну и где-то заполоченные районы, где до водоема просто нужно очень долго и тяжело добираться. Беспилотник эту задачу выполняет достаточно легко, просто долетает до воды и делает съемку. Из таких примеров труднодостижимых мест можно привести, например, такой объект, как провал грунта в городе Березники Пермского края. После подземных выработок в образовавшуюся полость произошло обрушение, и часть вот этого провала, часть этой воронки была затоплена водой. Понятно, что никакими другими способами, если появится необходимость провести замеры количества воды вот в этом провале, в этой воронке, сделать это просто невозможно. Ну хотя бы потому, что вокруг таких провалов обычно образуется зона отчуждения, где людям находиться запрещено, ввиду опасности дальнейших обрушений и для того, чтобы избежать возможных жертв. То есть, соответственно, с беспилотником можно подлететь и сделать эту патиметрическую съемку, не подходя непосредственно к краю вот этого провала. Ну а о том, что уж спуститься туда, тут и вообще речи не идет. То есть беспилотник делать это достаточно просто. А для чего может потребоваться определять количество воды вот в таком провале? Ну хотя бы потому, что под поверхностью вот этой территории могут продолжаться подземные горные работы, то есть шахта может работать. И если воды накапливается достаточно много, то эта вода может попасть за счет размыла грунта, может попасть в шахту и может привести к трагедии. Какая, собственно, и произошла 4 августа 2017 года на Руднике Мир, когда из чаши отработанного карьера на подземные горизонты утекло порядка 300 тысяч кубометров воды. В тот момент под землей находились 151 шахтер, ну и в результате спасательной операции наверх удалось поднять, к сожалению, только 143 человека. Как результат этой аварии погибло 8 шахтеров, и руководство владельца этого карьера Павла Роса оценили ущерб этой катастрофы в размере 10-12 миллиардов рублей. Еще до того, как произошла эта катастрофа, буквально за неделю также произошло на подземном горизонте обрушение породы, тоже погиб человек. Это тоже было вопросом к руководству, почему не были расследованы причины еще того инцидента, сколько было насосов, почему не откачивалась вода, почему эти насосы не справлялись, почему нельзя было поставить побольше насосов, почему после 27 июля не остановили работы, чтобы понять причины, откуда вода, и вот ключевой вопрос, насколько ее много. Вот на этой фотографии приведено состояние карьера МИР примерно на 2022 год, то есть воды увеличилось, уже где-то наполовину карьер затоплен, и вот в этом случае, если бы такие работы по измерению воды, количество воды проводились регулярно, то, возможно, трагедии можно было бы избежать. Ну и вот, глядя на картинку, тоже понятно, что никаким другим способом провести замеры количества воды будет достаточно сложно. А с помощью беспилотника это делается за один день силами одного человека со смотровой площадки, и доехать можно до этой смотровой площадки просто на такси. То есть затраты, трудозатраты на выполнение этой работы, мы можем сказать, что они, в общем-то, минимальны. Ну и теперь тогда непосредственно перейдем к устройству комплекса, к составу. Комплекс состоит непосредственно из беспилотника. Можно использовать беспилотники DJI серии Матрис 350-300, Матрис 600. Следующий элемент системы – это эхолот. Эхолот можно выбрать как однолучевой, так и двухлучевой. В зависимости от условий и среды, и водоемок, в котором производится съемка, разница поясню чуть ниже. Еще один элемент – это бортовой компьютер, который отвечает за сбор данных телеметрии с полетного контроллера, за сбор данных с полезной нагрузкой, в частности, замеров собственной глубины, и получение данных с высотомера, который является необходимым элементом системы для того, чтобы обеспечить постоянную высоту над поверхностью воды. Ну или вообще, это система, так называемая, система следования рельефу. И для того, чтобы все это работало в рамках единой системы, также нужен компьютер, на котором производится планирование маршрута, и задаются параметры съемки и параметры работы с полезной нагрузкой. Ну, в данном случае, с эхолотом. Так выглядит комплект оборудования. Вот это в полном сборе, значит, эхолот, бортовой компьютер, радиочастотный высотомер. В собранном варианте это выглядит следующим образом. Бортовой компьютер, который прикреплен к ноге, радиочастотный высотомер это радар 24 ГГц крепится спереди и направлен вниз для определения расстояния до поверхности. И система следования рельефа работает примерно следующим образом. В реальном времени с высотомера поступают замеры высоты до поверхности. В бортовом компьютере выставляются настройки целевой высоты до поверхности, над которой надо следовать. И по мере того, как бортовой компьютер анализирует данные, поступающие с высотомера, формируют управляющие команды на полетный контроль для того, чтобы либо снизиться, либо набрать высоту в соответствии с изменениями этого рельефа. Значит, эта функция работает достаточно хорошо. Единственное, надо сказать, что если рельеф меняется очень резко, то на крутых склонах эта система работать не будет. Если изменения рельефа плавные, то можно летать с большими скоростями. Если изменения резкие, то приходится понижать скорость. Применение к нашей задаче на ботиметрии с воздуха – это работать схожим образом. В настройках бортового компьютера выставляется целевая высота, на которой нужно работать. Как правило, это 1,8-2 метра, поскольку эхолот подвешивается на кабель длиной где-то 2,2 метра. И дальше точно так же происходит полет над поверхностью воды с эхолотом, опущенным в воду. При движении сама система подвесного эхолота отклоняется от вертикали, потому что вода у нас вязкая, и сопротивление воды приводит к отклонению. Чем быстрее мы летим, тем больше будет отклоняться. Если очень даже сильно газануть, то можно вывести эхолот на глиссирование, когда он просто поедет по поверхности воды. Плашмя. Отклонение угла подвеса эхолота от вертикали у нас приводит к тому, что замеры глубины у нас будут давать погрешность. На мелководных водоемах это может быть не страшно, на глубинах 5-8 метров, но если мы работаем на водоеме с глубиной порядка 100 метров, то у нас точность определения глубины при отклонении, допустим, на 20 градусов, уже будет достаточно большая погрешность, и мы просто будем мерить не там. Отклонение эхолота от вертикали – это одно из негативных явлений такой съемки, поэтому с ним нужно бороться, и как это можно сделать? Во-первых, в самом эхолоте есть встроенная инерциальная система, которая замеряет эти углы, и поэтому как минимум эти углы можно учитывать при последующей постобработке, либо можно в настройках съемки просто ограничить максимальный угол, при превышении которого данные просто не записываются. Не записываются в лог. Ну, или как вариант еще снижать скорость полета, тогда сопротивление воды будет меньше, и будет меньше отклоняться эхолот. Кстати, если конструктивно обратили внимание, сам эхолот не очень тяжелый, но он помещен специально в тяжелый корпус из нержавеющей стали, либо есть еще варианты прямо вольфрамовый корпус, именно для того, чтобы снизить вот это влияние сопротивления воды и минимизировать отклонение эхолота от вертикали. Либо есть еще другой способ, это изменить режим выполнения съемки. У производителя есть альтернативный режим, который называется «грасхопер» или «кузнечик». Заключается он в том, что в беспилотник задаются путевые точки, значит, беспилотник выходит на первую путевую точку на целевой высоте, ну, на безопасной высоте 4-5 метров, после чего вертикально опускается вниз на высоту те же самые 1,82 метра, 3 секунды паузы, пока останавливается колебание, идут замеры глубины, поднимается дальше, переходит на следующую путевую точку, опять опускается, пауза 3 секунды, ну и так далее, пока не будет выполнен весь маршрут. Плотность съемки при этом у нас понижается, у нас будут не непрерывные съемки галсами, как обычно делается, но все равно можно добиться достаточно плотного количества точек. И этот же метод нам позволит делать ботиметрическую съемку на тех водоемах, где очень много растительности, ну, потому что, когда мы опускаем вертикально вниз и поднимаем, риск зацепиться за какие-то водоросли, либо за кореги, он уже минимален, чем если бы мы просто тащили его в воде просто на определенной глубине. Как работает эта система, хотелось бы рассказать на примере одного из наших пилот и проектов, который мы делали, это работа по замеру наполняемости шламохранилища. Работу проводились в три этапа. Сначала мы сделали воздушно-лазерное сканирование надводной части гидротехнического сооружения, для того, чтобы можно было соединить вот эту поверхность надводной части с подводной частью. На втором этапе сделали непосредственно патиметрическую съемку. И на третьем этапе постобработки уже соединили материалы изначальной, ну, съемки изначальной поверхности на начало эксплуатации с текущей поверхностью дна и вычислили таким образом тот объем накопленного шлама, который образовался в этом гидротехническом водоеме с момента эксплуатации. Значит, в комплект оборудования добавился еще лидар DJI Zenmuse L1, который, наверное, знаком, ну и стандартный комплект для WP-3, о котором говорилось раньше. Съемку делали однолучевым охотом. Поскольку шламохранилище, вода там очень соленая, никакой растительности, никакой живности там просто нету, вязкость больше, и поэтому пришлось ставить ограничения на угол аж до 20 градусов. И все равно летать перед этим со скоростью только 0,5 метров в секунду, для того, чтобы у нас отклонения были минимальны. Кстати, такая маленькая скорость полета, она приводит к тому, что производительность невысока. Вот таким способом съемки она значительно ниже, чем у той же беспилотной лодки. Есть случаи, когда, кроме как таким способом, мы никак съемку такую сделать не можем. Поэтому вот в данном примере использовали именно такой способ. Ну, про лидар долго рассказывать не буду, потому что модель на рынке уже давно, все характеристики известны. Это три устройства в одном, это непосредственно сканирующая головка лазерная, это инерциальный измерительный блок, и что нам было очень полезно в этом случае, это встроенная RGB-камера, которую можно использовать как для раскраски точек в облаке, так и, если задать большую степень перекрытия, то снимки, полученные в результате лазерного сканирования, можно использовать для фотограмметрической обработки и выстреления ортофотоплана. Сам процесс лазерного сканирования тоже, я думаю, что всем достаточно хорошо знаком. Сканирование производилось с беспилотниковой DJI Matriz 300 RTK, который позволяет в реальном времени наблюдать, каким образом происходит набор точек. Обработка была в программном обеспечении DJI Terra, поскольку только в этом программном обеспечении можно обработать исходные данные с лидара DJI. Мы получили вот такой достаточно качественный облак от точек, по которому можно впоследствии, после постобработки, фильтрации изолированных точек, шумовых точек и прореживания, построить поверхность и ее использовать уже потом при вычислении объемов. Интересный этап – это построение маршрута. Построение маршрута производилось в программном обеспечении GCS Pro. Ортофотоплан нам в этом случае помог обойти проблемные места. Это трубы, из которых сбрасывается шлам непосредственно. Нужно было последить за тем, чтобы маршрутные линии не пересекались с этими трубами. В программном обеспечении можно задать степень перекрытия, то есть расстояние между боковыми галсами. И высота тут уже значения не имеет, потому что высота у нас выдерживается по высотомеру радиочастотному. Ну и, собственно, сам процесс съемки выглядит вот таким образом. Взлет вручную, поскольку нужно аккуратно обойтись с этим кабелем и с подвеской. То есть после того, как дрон в воздухе, уже можно загружать в выполнении маршрута. Дрон опускается до целевой высоты и вот таким образом методично сканирует весь водоем. Следующий этап, после того, как была выполнена математическая съемка. Результаты съемки обрабатывались в программном обеспечении HydroMagic, которое позволяет на первом этапе загрузить на карту значение глубин сканирования с эхолота. Также позволяет отредактировать эхограмму, в частности убрать какие-то шумовые точки, провести сглаживание, если это необходимо. Ну и на последующем этапе уже формируются именно отметки дна, когда используются данные с позиционирования с беспилотника, которые пишутся в единый лог. Используется длина кабеля, на котором производилось сканирование. И таким образом получается набор точек для построения текущей поверхности дна. Значит, далее мы все эти данные выгрузили в программу Кредо 3D Scan, соединили эти точки дна, полученные точки текущего дна с надводной частью гидротехнического сооружения, провели все необходимые обработки, подгрузили также точки, которые нам предоставил заказчик по изначальной поверхности, но у него не было съемки, у него были проектные данные. То есть подгрузили проектные данные, и впоследствии уже на основании вот этого набора данных мы построили две поверхности. Одна текущая, а вторая поверхность на начало эксплуатации этого сооружения. И эти данные загрузили в программу Кредо Объемы, и уже в программе Кредо Объемы достаточно просто вычисляется объем между двумя поверхностями. Погготовленная поверхность по проектной документации. Это поверхность, которая была получена по итогам математической съемки. И после выгрузки в программу Кредо Объемы получили результат вычисления шлама, там 359 тысяч кубометров практически. И еще пару слов по поводу выбора эхолота. Какую эхолоту целесообразнее использовать? Если у нас водоем достаточно чистый, мало органики, то можно пользоваться однолучевым эхолотом. Если водоем сильно заросший, много водорослей, тины, то более целесообразно использовать двухлучевой эхолот, вот который в крайней правой колонке, который работает на частотах 50 и 200 кГц. Глубина сканирования у двух приборов, и у однолучевого, и двухлучевого, одинаковая, примерно до 200 метров. Немножко отличается вес системы, но разница результата математической съемки, она, в общем-то, впечатляет. Потому что вот эта эхограмма с двухлучевого эхолота, для сравнения, красная линия, это частота 200 кГц, то есть высокая частота зеленая, это частота 50 кГц. Большое количество выбросов в красной линии, то есть по высокой частоте, но это как раз вот та кина или водоросли. Зеленая больше похожа на реальное дно. Поэтому если съемка вот такого водоема сложного, то лучше воспользоваться двухлучевым эхолотом. Идеально подходит для работы в труднодоступных местах, требует минимум средств для транспортировки, собирается быстро, может эксплуатировать в тяжелых условиях, но в основном там, где очень тяжело подходить к водоему, собственно, к берегу. Еще про компанию, что если вы заинтересованы в этом оборудовании, то наша компания предлагает консультации, пилотные проекты, то есть можем выехать к вам на объект, чтобы попробовать, как это будет работать в реальных условиях. Ну, естественно, поставки оборудования, услуги по внедрению, гарантийное обслуживание и страхование. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!